Доброго всем времени суток, дамы и господа, с вами Денокс И мы начинаем прохождение, наверное, прохождение, я не знаю Ставьте лайки, если вам понравится это видео Чтобы прохождение всё-таки вышло Прохождение игры Xenoclash 2 Это продолжение первой Xenoclash, вышедшей аж в 2009 году Что, как ни странно, от той же компании Она не умерла, но никто не перекупил у неё права Тем не менее, первой Xenoclash не была RPG с открытым миром Она была линейной RPG, в отличие от второй части Это объяснялось экономическими возможностями компании Но сейчас у них всё хорошо, и они сделали открытый мир Более проработанная система Прошлая часть закончилась тем, что на нас посмотрел каменный гигант Или какой-то там гигант, в общем, издалека Он нас посмотрел, довольно необычная концовка, в которой мы убили нашего отца Вроде как бы Да, я точно не помню, играл давно Но меня очень поразило Как там были сыграны диалоги Хотя она и была укуренной И остаётся, судя по всему, укуренной немного По мотивам каких-то там сюрреалистичных картин какого-то художника Запомнил только его имя Это Иероним Иеронимус, да, это Иероним Писал эти картины Сюрреалист хренов Ладно, давайте начнём играть Как мы видим, тут 13 глав Весьма символично Ну, Half-Life отжигает Струдность легко Я не знаю, что это, как бы Ну, давайте, ладно Мы не будем двигаться по сюжету Но мир будет нелинейным То есть мы будем идти в любую сторону Это будет типа РПГ Посмотрим, как она теперь проработана Раньше-то всё было по-другому Загрузка очень долгая Боюсь, как бы не вылетела Это она есть в стиме, кстати Можете купить Продается свободно Но я её скачал, чтобы заценить Классно сказано, блин Итак, мы видим местный городишко Который по первой части нам вроде как знаком Да, это тот самый бар В котором была мать Трансвестит И её дети Ну, не знаю, вы не слушайте меня Просто поиграйте в первую часть Там заебатые просто биологии Особенно с... Видите, какие у них лица Единственная нормальная девушка здесь Она ещё в таких колготках Блин В чулках, простите Это, вроде как, наш главный герой Да, вроде как наш главный герой А где ещё два чувака, которые были братьями? Так, гад, где ты нашёл голема? Что ты сделал для него? А что он может сделать? Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю Вот этого главного героя зовут Гад Мне наполевать, что голем может сделать Я уверен, что ничего ему не сделал Очень интересная логика у главного героя Я знаю, что голем может сделать Он может посадить отца-мать в клетку Ты что, не... не нравится? Так что ещё может сделать голем? Ну, они разговаривают немного, а не так? Почему бы тебе не дойти до... до... Конца света и найти голема самостоятельно? Я поставил тебе этот фингал, не так ли? Если ты попадаешься драться со мной снова, то получишь второй Чёрт, если вы собираетесь бороться, лучше отлетите от столов И не собирайся чинить их снова Говорит нам зубастый Всякий раз, когда захочешь, чтобы тебе сломали челюсть Сказал он Что у него занято такое интересное? Итак, вот мы и, собственно, в игровой мире Довольно интересно сделано Так, правая кнопка Говорят, что тут ещё удары поменялись Какие-то крутые целевые блокировки Да, система Not Targeting вроде как, да? Это как в Mountain Blade сделали Ну, это получше будет, мне кажется Прыгать как? Ну, видимо, прыгать наш герой Так не научился Хотя нет, по-моему, он умел прыгать По-моему, умел Нет, ребята, давай, бери нож Бери нож Я почему это RPG запустил? Почему она на этом канале появилась? Вообще, почему? Потому что она меня поразила Я не знаю, чем Просто я вошёл и сломал мозг Вот примерно как сейчас Я, честно говоря, не понимаю, что в этой миле происходит Почему они говорят как дикари? Почему он выглядит как дикари? Что произошло? Я играл давно и даже сейчас Ну, просто не уникал в вселенную Объясните, если кто знает Что с ними не так? Вот, но сама суть в том Что в первой части был у главного героя Гата Вот этого, да? Был тренер Он сказал Он говорил очень офигенные вещи И то, как он сказал последнюю вещь Перед тем, как совершил самоубийство Вот за это надо призудить ему Оскар Я не знаю Господи, мне придётся с ним драться всё-таки, да? Видимо, покажут бой Так, так, так Как он это сделал? Целевая блокировка Вот Надо бить, когда он без блока Всё-таки Но таргетинг, да? В грудь ему бьём Но всё-таки По носу, как бы Согласитесь, да? Лучше бить, чем Не в нос Как видите, мы устаем Мы устаем, нам надо Ставить блоки Правая кнопка мыши Правая рука Левая кнопка мыши Левая рука Причём Так, чё-то как-то не очень получается Но, как видите, мы его уложили О боже И ты, что ли? Хотя, может быть, ошибаюсь Это Вот эти все люди По сути Являются порождениями Отца-матери Ну Господи Чё же вас так много Вот Одно из Этих самых Мерзостей Которые у меня в этой игре Встречались Это то, что, во-первых Они Выглядят, как все Как на подбор Я не знаю Жертвы вкусимы Но Самое плохое Это то, что они Всегда Всегда нападают По нескольку человек И вот в такой боевой системе Это просто практически Ну нереально Вот смотрите Мы устаем, да? И ещё они на нас нападают Это сейчас Вот эта тренировка Это ещё конфетки, ребят Когда они Нападут на вас У вас будут жизни Реально Вот тогда вы Помяните Помяните мои слова Серьёзно Как работает эта система Я не знаю Вот что он сделал Атака слева Плюс атака справа Да? Ну Не успела Комбас сделать Кто следующий? Вот Сильно мы бьём Типа Это суперудар Такой, да? Ну Наконец-то Говядина Это Он По-моему Чучело Так У нас тут Что ещё есть? Чувак Какой-то Ну Открытый мир, да? Я так понимаю Не так уж он открытый Барная стука-то закрыта Так вот Продолжим Нашу С вами Беседу По поводу Ты не хочешь подраться? Ну Он не хочет подраться Вот Сейчас Видите Значок был Это значит Он открылся То есть Можно сделать так Во время боя Видите Как я сделал Сейчас Блин Это было Жестко Так вот Этот тренер Перед смертью Сказал Если ты делаешь Всё что хочешь И это совпадает С тем что нужно Значит ты достиг совершенства И он себя убивает И это вот Сцена меня просто поразила Я не знаю Может быть это глупо звучит Но Мне кажется Не надо Оскар дать Это просто Просто классно было Просто классно Эти слова Запали мне в душу Я думаю Что это одна из немногих игр В которых слова Какого-то там Тростепенного персонажа Который умирает Запали мне в душу Ну Собственно Я больше о ней не вспоминал Но тем не менее Вышла вторая часть Я был шокирован Потому что Ну Не думал Что может быть продолжение Хотя там Явный был намёк Что какой-то вот Голем Да Каменный Видимо о котором сейчас Говорилось Он Выбрался на свободу И Старается нам навредить И этому миру Чё тут есть Говорить Офигеть Можем говорить С человеком С головой Козла Это случайно не Юзи Можем открыть И Налутать Что мы лутаем Какие-то Рэпер Рэперский Рокерские Значки Какие-то Черепа Готские И прочее Убрали кулаки Наконец-то Давайте поговорим С быком Тебе нравится Борьба Сражение Любому нравится Смотреть на хороший бой Но тебе нужен Серьёзный вызов Окей Окей Что он хотел Мне сказать Что он хотел Последняя контрольная точка Мне не очень нравится Ну Мои чемпионы сейчас не здесь Зайди позже Когда всё будет готово Для боя Хорошо Понятно Он хочет Ну Распоряжается боями Хочет Мы подрались На него там За денежки Окей Мы потом зайдём Но сейчас Нам нужно выйти Видите Чекпоинт Всё-таки Пробел Просто пробел Это просто пробел Это блок Странно Немножко Но Хотя ладно Давайте Выйдем Отсюда Посмотрим Посмотрим На открытый мир Игровой Чего Собственно Так Хвалили Эту игру Вот Это наша Сестра Кстати Она теперь Прилично Одета Чёрт Гад Ты в плохой Форме Ты ввязался В драку Но ты Должен был Победить Не Дало мне Возможность Легко Найти Тебя Что это значит Это о том Как бить людей В лицо Тебе это понравится Мне нужно знать Что ты способен бороться Если хочешь помочь Мне вытащить отца Мать из тюрьмы Ну почему же Я не собираюсь Спросить у тебя О помощи Независимо от того Поможешь ли ты мне Или нет Даже если ты мой брат Я все еще думаю Что просто идёт Но только я один здесь Да Ты единственный Настоящий брат Которого я оставил Оставил Ты имеешь ввиду Что спросить Галема Анас В настоящей семье Тот Кто запирает Отца мать в клетке Не знает ничего О моей настоящей семье Ты мой единственный Настоящий брат Потому что Из всех Ты единственный Кто не спросил Галема Давай Я знаю Где они держат Отца мать Ну В таком случае Я понимаю Что здесь происходит Я вспомнил Да Я вам наврал Господа Вот видите Карта появилась Жизни наконец-то Мы можем бежать Наконец-то Прыгать мы можем Сайгак Который кстати Тоже может нападать Это вроде как Бандиты были Песчаные В общем смысл в том Что Отец-мать Это как бы Гермафродит Который не может Иметь детей И он Крадет их Из других поселений Чтобы удовлетворить себя В итоге Мы что-то вроде как Сражаемся с ним Кстати он очень сложный Противник Поиграть в первую часть Просто я переигрывал Несколько раз Чтобы его победить Это реально сложно Как тут открыть карту Ооо Так что тут Мы можем уже прокачиваться Перейдите в тюрьму Где фадер-мазер проводится Да Конечно Промт Это рулит Промт Да Промт рулит Господа Сила лидерства Конец мира О как Этаж и деревня Площадь семьи Каньон Леса корвидов Ооо Вот это кстати Фигня Вот это кстати Очень сложная Локация В первой части Я тут просто Не знаю Сдох наверное Ремат Моя сестра И конец мира Вот Тут собственно трон Крепость Где находится голем Вот По моему мы его и победили в конце Ну или кого то подобно Вообще Не знаю О чем это На самом деле Ему посмотреть карту Спасибо что сказали Когда я уже сам это понял Судя по всему Вот это наша выносливость Снизу Какие то черепа Не знаю что такое Желтое Это мана что ли Чувак Хочу с тобой поговорить Чему то не могу Такс Ну и чего дальше А мы должны просто Идти за ремат Видимо она нас ведет Как раз к отцу матери Но это будет жестко А Вот она Ого Башня Големовская Серьезно ребят Серьезно Так Чего мы Дверь заперта Но я уверен Что Зиня делала Одного из тюремных Тюремщиков Тюремных тюремщиков Блин Мы должны украсть его Галюте Мы А ее тут нету Не знаю Как это сделано Вроде как интересно Но Но пока что Я не вижу Сильной открытости мира Хотя Вы знаете Для Зинок Лэш Это большой скачок Вперед Это сильно Большой скачок Вперед Учитывая О чем была первая часть Но все же Тут все таки Немного упора Так как видите Это поселение По моему Он целиком Стоит из тех людей Кого похитила Отец-мать И В первой части Мы ее Прилюдно Обвинили Что якобы Она Там Такая Секая Вообще На самом деле Плохая На самом деле Плохим Был не отец-мать Как мы в этом Выяснили Там А еще Кто-то Кто Тайно руководил Отцом Матерью Вот И заставлял Это делать Что вроде Этого Было Я не помню Этот бред Посмотрите Первую часть Это реально Шедевральный Бред Никакого по-другому Назвать нельзя Так Ну Давайте Давайте Конечно Мне не нравится Здешняя система Атакуй Сражайся Но она Сделана Довольно Витиевато Так скажем Так что Поиграйте Всем советую Сейчас мы пойдем На восток И наверное Надеюсь На этом Закончим Потому что Уже прошло Немного времени Так Давай Давай Появляйся Так Мы идем Сайгака Да Элементы РПГ Тут присутствуют Чувачок С которым Надо поговорить Тоже неплохо Как видите Мы можем Обратно Пойти То есть Нас не толкают По сюжету Можем даже Выйти Собрать бабочки Тут можно Собирать бабочек Как вы заметили В меню карты И видимо Можно собирать Гусеницы Какие-то кубы Непонятно Это нет Это не куб Было бы глупо Надеяться Что это куб Да Так У нас Появился Появился Пистолет Наконец-то Первый Да Это своеобразный Пистолет Если бы В доисторические Времена Был пистолет То Это Был бы Как раз То что нам Надо Черт Ну А че это Тогда такое Ладно Я не знаю Наверное Это какие-то Патроны Так Чего А Это деньги Это видимо Патроны были Это деньги На самом деле Тут Меткость Играет Очень важную роль Этот пистолет Он не раз Вас будет спасать У нас Появился Первый череп Я так понимаю Еще один череп Еще один череп Да Пистолет Это как бы Доисторические Времена Появилось бы Оружие То это Оно бы То вот оно бы И было Как бы у них Да То есть Это камень Как видите Кость Закрепленная Железными болтами То есть Это что-то Стимпанка В доисторические Времена Дикая смесь Привет The historical man Гат Римат Привет Римат Рад видеть вас Мы собираемся Найти Братьев и сестер А, и всех поселений Своей отец и матери Которую он собирается искать Почему они так важны Сейчас Папа и мать Можно ждать Также Голлум не скажет Мне Но не переживай Если мы Братцы Столены От Одних Людей У нас У нас Брак Класс Или Один Своей Своей Хм Папа и мать Дети Они Мои Людей Почему Я Я Человек Не Понятно Хетси Не хватает Навыков Лидерства Чтобы Добавить Союзника Ага Навыки Лидерства Очень интересно У нас Не хватает Лидерства Чтобы Завербовать Этого Наглеца Понятно Короче говоря Он просит Нас Достать Оружие Так как Это Может Делать Кто Другой А Кто Другой Да Тут Каждый Просто Стремится Найти Отцу Мать И Узнать О настоящих Своих Братьев О том С какого народа Он родом И так далее Ну После того Великого Разоблачения Который герой Устроил В первой части После этого Он сражался С отцом Матерью Естественно Отец Мать Все Все Кто Там Был А это Был Весь Поселок Вот Этот Как Он Называется Хальстедом Хальстедом Весь Этот Поселок Он Понял Что Вот Они Все Ненастоящие Их Мать Как бы Не Мать На самом Деле Да Они Все Были Похищены Откуда И на самом Деле Да Потому Что Например У человека Не может Быть Просто Генетический Брат Генетически Такого Невозможно По себе Представить Поэтому Это Вызвало Некоторое Идеологическое Замешательство У местного Населения Естественно Они все Отправились Искать Но Единственное Кто Знает Ответ На этот Вопрос Это Какой-то Голем Магический Которого Видели Даже В конце Первой Части Вот Это Я Могу Сказать Просто Сложить Дважды Два Так Сказать По сюжету Ну А Об Остальном Вы Узнаете Если Поставите Много Лайков Этому Видео Если Оно Наберет Много Просмотров И Естественно При сложении Этих Двух Условий То есть Этих Дважды Два Я Продолжу Это Проходить Я Продолжу Это Проходить А Если Нет То Вы Сами Это Будете Проходить И Сами Будете Разбираться Во Всем Что Это Такое С Прошли А На Этом Пожалуй Мы И Закончим Вот Видите Как раз Сохранение Идет С Вами Был Денокс Вращайся Всем Пока И Удачи Продолжение следует